Где бы вы ни были, мы рады вам на футболе. Привет! Меня зовут Георгий Черданцев, и сегодня мы работаем для вас вместе с Константином Геничем. Трансляцию предсезонного турнира Европейского международного кубка мы приготовили для вас сегодня. Это будет игра групповой стадии. Даже не сомневаюсь, что нас ждет отличная игра. Самая первая игра на этом предсезонном турнире нас сегодня с вами ждет. Может быть и не будет сегодня какого-то супер яркого футбола, но это и не... И это удар! Да, это совсем не точно. Они закрепились на чужой половине, теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Пройдет тут навес. Не точная передача. Вратарь без труда забирает мяч. Им нужен был новый вратарь, и вот теперь он у них есть. Да, новый голкипер в воротах – неплохое приобретение. У него есть все необходимые качества для успешной игры в этой команде. Скотт Синклэр. Терпеливо ждут они своего шанса. Не получилось вынести мяч, по-прежнему опасно может быть. Играют они в пас. И вперед он идет. Штрафной будет. Подавать он отсюда будет в чужую штрафную. Образцово-показательно исполненный штрафной удар. Играют. Совсем немного не хватило вратарю, чтобы отразить этот удар. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. 1-0. Сейчас будет веселее. Слишком поторопился игрок, залез в офсайт. Европейский международный кубок может быть не совсем привычный для нас турнир, в котором соревновательная часть имеет не главное значение. Главное – это подготовка команды к сезону. В наши дни большие команды готовятся к сезону именно вот таким образом. Участвуют в турнирах, обкатывают новичков, наигрывают новые схемы. Это, конечно, здорово. Подготовка носит соревновательный характер. От этого выигрывают абсолютно все. И команда, и игроки, и мы с вами. У нас есть возможность смотреть хороший футбол с участием больших клубов. Хороший пас во фланг. Жестко он в отборе играет. Играет в пас команда. И что дальше тут будет? И как он дальше мячом распорядится? Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Тащит вперед мяч. От игрока мяч уходит в аут. Как вариант продолжения напрашивается на вес. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Играет он на партнера. Мяч у соперника теперь будет. Перехватывает мяч соперник. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Играет. С мячом вперед он идет. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался. И мяч перехватил. Отдает он передачу. Очень неудачный подкат получился. И может за такое дать желтую судья. Желтая карточка. Все по делу. Хорошая позиция для подачи в чужую штрафную. И будет аут. Аут. Высокий прессинг у соперника. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Удар есть. Здорово сыграла защита. Не прошел этот удар. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Высоко они играют сейчас. И мяч перехватили. Две минуты еще играть, именно столько добавляет судья. На желтую тут вполне наиграл он. И желтая в руках у арбитра. Подобный подкат чреват нарушением правил, что и было в данном случае. Здесь, по-моему, все однозначно. Явно игра в ногу, а не в мяч. В футболе такой всегда карается штрафным. Ну что? Получится ли у него попасть в ворота отсюда? Хорошая возможность. Удар в штангу. Минимальное количество голов, минимальный перевес. 1-0 пока. Его первые. Команды начинают второй тайм первого матча группового этапа Европейского международного кубка. Будем надеяться, что борьба получится не менее интересной, чем была в первой половине встречи. Катают они мяч. Катают они мяч. Пас на ход партнерам. Играют они в пас. И что дальше тут будет? Есть у него пространство сейчас. Вратарь забирает мяч. Мяч покинул поле. Нужно бросать из аута. Это аут. Попытка сделать навес. Защитник накрывает. А они по-прежнему уступают в счете. Возможно, свежий игрок принесет им удачу. Спасает он команду своими действиями сейчас. Есть свободное место на фланге. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Не получилось у них мяч удержать. Ходит мяч у них. Удар! Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Мяч у них на чужой половине. Можно играть дальше, считает арбитр. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Отдает он передачу. Прекрасно сыграно. Снова он отобрал мяч. 20 минут до конца основного времени матча. Потери и у соперников мяч. На фланге есть свободное место. Хорошо они атаковали, но теперь остались без мяча. Крайне плохой пас получился. Мяч перехвачен. Отдает он мяч партнеру. И тут может что-то получиться. И это шанс забить. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И с такой ситуацией очень сложно будет выбраться сопернику. Еще раз давайте посмотрим гол. Все тут четко игрок сделал нападение. Главное в этом моменте было пробить... И точно и сильно, чтобы никакая роковая случайность не помешала ему отличиться. Он в итоге все сделал классно. 2-0 счет теперь. Кто знает, может быть еще голы мы увидим. Мяч ушел в аут. Замена у нас. Играет он на партнера. Интересно. Тут может что-то получиться. В последнюю секунду мяч выбит. 83-я минута матча. Без мяча остаются они. Вбрасывание будет. Готовится сделать замену наставника команды. И что дальше тут будет? В офсайде оказалась команда. Ничего сопернику не пришлось тут делать. Мяч сам к нему пришел. Не смогли они мяч удержать. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Сыграно жестко, но в рамках правил. Дек Ван Рад. Ну что же, игра завершилась. Практически всю игру команда искала счастье у чужих ворот и поход... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok